МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Моногород расширяется. Сегодня в Канаше открылся новый завод по выпуску химических соединений. Асаны, медитация, мехенди и сэндвич с авокадо. В Чебоксарах отметили Международный день йоги. Международный олимпийский комитет оставил в силе дисквалификацию российских легкоатлетов на время Олимпиады в Бразилии. Таким образом, российская королева спорта остается вне Игр 2016 года. А между тем, в Чебоксарах продолжается чемпионат страны по легкой атлетике. Однако уже без статуса предолимпийского отбора. К другим темам. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев провел ряд деловых встреч в администрации президента России. В ходе встречи он доложил о выполнении индикаторов, определенных указами президента Владимира Путина 7 мая 2012 года. Также были обсуждены итоги социально-экономического развития Чувашии за 5 месяцев 2016 года и перспективы дальнейшего взаимодействия с правительством России, сообщается на официальном портале органов власти Чувашии. Сегодня в Канаше открылся новый завод по производству неорганических химических соединений. Здесь будут выпускать очень нужную для промышленности продукцию. Подробности в следующем материале. Сегодня мы дождались, завод заработает, это новые рабочие места для Канаша. У собственников много планов по дальнейшему развитию, мы их полностью поддерживаем. Хочу всех, кто принимал участие в реализации проекта, поблагодарить и пожелать проекту хорошего старта и дальнейшего развития. Реализовывать этот проект начали 12 лет назад, но в планы предпринимателей вмешался кризис 2008 года. Все трудности удалось преодолеть. Чтобы запустить работу оборудования в цехах, почетные гости нажали на символическую кнопку. Здесь производят коагулянты для очистки водопроводной воды. В состав этого вещества добавляют алюминий, благодаря которому обеззараживается любая жидкость. За счет полимерной структуры, которая именно достигается за счет давления и высокой температуры, если посмотреть, то это вот такая сетка, которая всю грязь, которая есть в воде, она опускает медленно вниз. Она осаждается, и вода становится прозрачной, световой. Дальше не надо уже больших усилий, чтобы ее довести до питьевого качества. Знакомство с работой завода начинается с этого контрольного пункта. Именно отсюда специалисты следят за всем технологическим процессом. В случае сбоя остановить оборудование возможно одним кликом компьютерной мыши. Как мы видим, сейчас отображаются, вот вращаются, это запустили мешалки, потому что химический процесс, он всегда состоит из трех стадий. Первая стадия – это подготовка, когда смешивают реагенты. Вторая стадия – непосредственно химическая реакция, где под давлением и температурой. И третья стадия – это разделение после реакции. Кроме коагулянтов, здесь будут производить минеральные соли и лекарственные компоненты. Возвести предприятие именно в Канаше предприниматели решили не случайно. Доставить продукцию до заказчиков проще именно отсюда. Сейчас продукция завода реализуется в регионах Поволжья. К моногороду присматриваются и другие инвесторы. Есть прекрасный завод, я уже называл «Девелей», немецкие инвесторы. Сейчас даже мы ищем резидентов и команда города Канаш, мы проходим обучение в школе Сколково. И там обучаемся, варианты рассматриваем и привлекаем инвесторов новых. Люди здесь все-таки достаточно квалифицированные. И те предприятия, которые раньше работали на полную мощность, но сейчас в силу сложившихся экономических обстоятельств, не могут этого выполнить, они обладали очень хорошими кадрами. И это мы уже успели ощутить сами лично. Новый завод для Канаша – значимый проект. В перспективе здесь будут работать более 100 человек. Уверен, что будет достойная заработная плата, так как специалисты высокой квалификации требуются. И разговаривая с инвестором, с собственником, приятно было слышать то, что сегодня вопросы кадровые решены. Если в Москве какие-то возникают проблемы, то наши жители, представители Чуваши, охотно сегодня готовы учиться, с большим желанием идут. Это новейшие технологии, практически 100% автоматизация, высокая степень защиты, так как предприятие химическое. Думаю, что именно такие площадки, именно такие конкретные дела усиливают нашу экономику и, конечно же, в целом республику. В перспективе здесь планируют расширить производственные мощности и возвести новые корпуса. Медрик Ковалев, Эндрис Передонов, Республика. Дотация бюджета на сбалансированность бюджетной политики Чувашии составит более 841 миллиона рублей. Такая договоренность была достигнута во время встречи в рамках Санкт-Петербургского экономического форума главы Чувашия Михаила Игнатьева и министров финансов России Антона Силуанова. Национальный рейтинг «Состояние инвестиционного климата регионов-2016» стал одной из самых обсуждаемых тем Петербургского экономического международного форума. Панельная сессия, на которой презентовали результаты рейтинга, собрала столько участников, что они едва разместились в зале. Напомним, агентство стратегических инициатив составляет рейтинг уже третий год. Наша республика присоединилась к проекту в 2014 году и успела подняться с девятой строчки на шестую. В первый пилотный год рейтинг «Состояние инвестклимата» составили для 20 регионов. Затем проект распространился на все субъекты России. Чувашия по итогам 2014 года сразу вошла в десятку лидеров. А в этом году улучшила свои позиции, поднявшись с девятого места на шестое, несмотря на серьезную конкуренцию. Нужно сказать, что общий уровень результатов повысился, что произошло сжатие между лучшими и между теми, у которых есть, как сейчас принято говорить, большое пространство для улучшений. Лидеры подтвердили свои показатели. Вместе с тем мы с удовлетворением отмечаем несколько прорывов, когда регионы сделали невозможное и поднялись в рейтинге на несколько десятков мест. При составлении национального рейтинга эксперты опираются на мнение представителей бизнес-сообщества. В этом году были опрошены 400 тысяч или 8% всех предпринимателей страны. Именно они оценивают усилия властей по созданию комфортных условий для ведения бизнеса и особенно взаимодействия с территориальными органами федеральных органов власти. Регистрации прав собственности и постановки на кадастровый учет существенно сократили в 67 регионах нашей страны. В среднем зарегистрировать право собственности можно за 15 дней, а поставить объект на кадастровый учет – это всегда было одной из больших наших проблем. Сегодня в среднем по стране можно за 39 дней. Первый вице-премьер России Игорь Шувалов отметил несомненный эффект, который уже принесли составленные регионами дорожные карты по улучшению инвестиционного климата. По мнению Игоря Шувалова, перспективным является расширение полномочий глав субъектов и передача им в управление части территориальных федеральных органов. Это касается не правоохранительной системы, а обычного ежедневного управления. Улучшение инвестиционного климата в регионе требует объединения усилий всех заинтересованных сторон и создания эффективной, работоспособной инфраструктуры. У нас и многофункциональные центры, это по принципу одного окна работают, это во-первых. Во-вторых, мы создали проектный офис, проектный офис не только на уровне республики, создали на уровне муниципалитетов. В-третьих, сегодня командная работа улучшается, потому что здесь одному человеку невозможно ничего сделать. Здесь подключены и депутаты разных уровней, здесь подключены все органы власти, здесь подключены сами предприниматели, это важно. Результаты работы уже можно наблюдать. Чувашию в качестве инвестиционного адреса выбирают все больше предпринимателей. Мы работаем в целом по положению, у нас есть инвестиции в Нижегородскую область, но в Чувашии мы готовы увеличивать, причем увеличивать кратно. Нам интересны и Чебоксары, и Канаш, и Порецкий район. Лидер чувашских коммунистов, депутат Госдумы Валентин Шурчанов назвал самодеятельностью заявление своего коллеги депутата госсовета от партии КПРФ Виктора Ильина о поддержке конкурентов партии «Справедливая Россия». Речь идет о недавней попытке «Справедливоросов» объединить под своими знаменами различные политические силы на предстоящих выборах. Шурчанов подчеркнул, что от имени партии КПРФ Ильин действовать не может, полномочий ему никто не давал, а как самостоятельный персонаж вполне, особенно учитывая, что Ильин, избравшись в региональный парламент от КПРФ, так и не решился вступить в эту партию. Я не видел вот эти все сюжеты, когда «Справедливая Россия» вместе с Ильином там собирались. Ильин якобы от фракции КПРФ там делал какие-то заявления как руководитель. Это все, в общем-то, не правомочное. Никаких полномочий у Ильина как депутата от КПРФ в госсовете не было. Это полностью самодеятельность и самостоятельность. При этом, являясь депутатом государственного совета от фракции КПРФ, он не может вступить в никакую другую партию, потому что закон предусматривает, как только он становится членом другой политической партии, он теряет мандат вот той самой партии, от которой он избирался. Поэтому сегодня Ильин, он и дальше останется беспартийным, потому что это ему сегодня выгодно. Участие чувашских студентов в конкурсах профессионального мастерства различного уровня стало уже доброй традицией. Анна Игнатьева из Чебоксарского экономико-технологического колледжа стала лучшей на Всероссийской олимпиаде по специальности технология продукции общественного питания, которая проходила в Барнауле. Подробности в нашем сюжете. Настоящего профессионала выдают мелочи. Опрятные униформы, чистое рабочее место, аккуратно разложенные инструменты и, конечно же, оточенные навыки. В руках Анны Игнатьевой и качан капусты за считанные секунды превращаются в стружку. Определить качество продуктов, рассчитать их необходимое количество, разработать новые рецепты. Круг обязанностей технолога общественного питания широк, поэтому и задания на Всероссийской олимпиаде были непростые. За победу в конкурсе боролись 36 студентов из 34 регионов России. Участники решали практические задачи, составляли технологическую карту блюд, готовили горячие из рыбы. Было достаточно тяжело при втором этапе, это приготовление блюда. Также экономическая ситуация тоже была трудная. Лед победы не совсем ожидаемый. Я не ожидала, это для меня был вообще огромный шок. Я очень рада, я счастлива. Все просто рады, как только узнали, все прям любим, целуем, давайте быстрее приезжать и ждем. Студентку поддерживали родные и близкие. С преподавателями готовилась к олимпиаде, занимались все свободное время. Мы очень гордимся, мы рады за нее, за себя, за колледж, что имидж колледжа растет, что в этом году у нас с абитуриентом еще больше будет. Победу в олимпиаде Анна расценивает как еще одну ступень в развитии своего мастерства и делится планами на будущее. Получить высшее образование и устроиться на хорошую работу. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. Сегодня в Чебоксарах открылась мемориальная доска на доме, где жил прославленный спортсмен, первый призер олимпийских игр в Чуваши Арделеон Игнатьев. Бронзовая медаль «Игры в Мельбурне» была завоевана 60 лет назад. Открытие приурочили к проходящему в Чебоксарах чемпионату России по легкой атлетике. Арделеон Игнатьев – первый спортсмен из Чувашии, кому удалось испытать себя в олимпийских баталиях. На играх 1956 года в Мельбурне Арделеон Васильевич ошеломил своим стремительным взлетом и спортсменов, и зрителей. Арделеон Игнатьев был чемпионом СССР 15 раз. Лишь в 1969 году рекорд страны, который он установил 14 годами ранее, был побит. Он до сих пор остается рекордсменом Чуваши в беге на 200 и 400 метров. Дал дорогу всем нашим спортсменам, я так думаю. И очень приятно, что сегодня у нас здесь собрались и юноши, и девушки молодой поколения. Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Барзаковский рассказал, что несколько лет назад был участником мемориала Игнатьева – соревнований, которые проводятся в память о прославленном спортсмене. Обязательно молодое поколение должно помнить таких героев, таких людей, которые, как здесь уже было сказано, увидели окно в Европе. На открытии мемориальной доски собрались и соратники спортсменов, кто когда-то выступал вместе с Арделеоном Игнатьевым. А вот мне однажды пришлось вместе с Арделеоном стартовать в одной эстафетной команде, сборной команды Чубашской республики на московском стадионе «Динамо» на чемпионате России в эстафете 4 по 400 метров. Бежали. Я еще юный бегун, Русык Бекчурин, Русык Амалегинов и на последнем этапе знаменитый Арделеон. Весь стадион аплодировал. Все были в восторге от того, что приняв лестопедную палочку пятым, он финишировал первым. Арделеон Игнатьев был и талантливым тренером. Многие спортсмены, кто когда-то тренировался, у него сами сейчас воспитывают новое поколение легкоатлетов, которые, возможно, также будут покорять Олимпийский педестал. Татьяна Молокова, Татьяна Раецкая, Игорь Зверев, Республика. Старинный праздник Акатуй ежегодно отмечают по всей Чувашии за ее пределами. Нынешние дети тоже должны знать народные традиции и обычаи. В Чебоксарах организовали третий городской фестиваль творческих коллективов «Детский Акатуй». В этом году всех участников и гостей праздника ожидал ряд приятных изменений. Из парка «Пятисотлетие города Чебоксары» фестиваль переехал в детский парк имени Андриана Николаева, так как он полностью приспособлен для юной аудитории. Кроме того, увеличилось число участников. Этот год, год человека труда в Чувашии, мы еще добавили конкурс на лучший рисунок на тему «Слава человека труда». Мы включили мастер-класс. Мы будем учить детей плести на небольшом таком миниатюрном станочке, очень красивые кружевные салфеточки. Мастер-класс у нас по соленому тесту, мастер-класс у нас по изучению народных чувашских танцевальных движений. Традиционными остались фестиваль-конкурс на лучшее исполнение чувашской песни и чувашского танца, а также силовой конкурс состязания силы и ловкости для мальчиков «Батыр». Одним словом, каждый из ребят смог выбрать себе занятие под душе. Это у нас чувашское солнышко. И вот так у меня получилось все. Участники выстраиваются. Тебе нравится здесь на празднике? Да. Что интересного увидела? Ну, тут чувашские народы, одежды и так далее. И все так классно. Родион Архипов, Алена Алтухова, Игорь Зверев. Республика. Спортивный мир отмечает сегодня день йоги. Столица Чувашии не осталась в стороне. Несколько сотен чебоксарцев приняли участие в спортивном празднике на Чебоксарском заливе. Как по мгновению волшебной палочки, певческое поле превратилось сегодня в одну большую спортивную площадку. Гуру йоги и новички принять участие в массовой тренировке мог любой желающий. Сегодня здесь, на певческом поле Чебоксар, празднуется «Международный день йоги». План привлечь людей к искусству йоги, к этой потрясающей культуре, познакомить их с этой культурой, позаниматься йогой, естественно. Концертная программа сегодня здесь проходит, розыгрыш подарков. В общем, самый настоящий праздник. Слово «йога» сегодня у всех на устах. В последнее время оно часто мелькает в модных журналах. Успешные люди говорят о пользе йоги с экрана телевизора. До недавнего времени при упоминании слова «йог» в нашем уме возникал образ худого индуса с ногами за головой. Однако сегодняшние йоги далеко ушли от своих предшественников. «То самое главное, к чему стремится каждый человек, это к ощущению счастья. Каждый из нас хочет быть счастливым. Йога – это такая интегративная система, которая позволяет нам в условиях постоянного стресса, городской суеты прийти к внутренней тишине, к внутреннему спокойствию и ощутить это счастье. Потому что когда человек занимается йогой, он слышит себя, слышит мир, и он видит не только проблемы, но и чувствует прекрасно то, что живет внутри него». Международный день йоги проходит в столице республики во второй раз. Сегодняшнее мероприятие отличает большое количество мастер-классов от ведущих йога-клубов республики. Повторить движение не так-то сложно. Важно удержать при этом равновесие хотя бы на минуту. Найти площадку для себя могут и те, кого пугает одно слово «асана». Слева от тренировочной площадки можно взять урок по михэнди – роспись ихной. Кстати, в этом сезоне, как никогда актуальна, белая хна. «Я занимаюсь йогой всего две недели. За это время мне удалось выучить пару-тройку простейших асан». «Более всецело погружен, конечно же, в искусство, о котором мы сегодня…» «А сегодня мне удалось сделать почти невозможное». Дарина Игнатьева, Игорь Зверев, Республика. Завтра, 22 июня, в День памяти и скорби в 21.00, участники акции «Свеча памяти» соберутся в мемориальном комплексе «Победа» и снова зажгут свечи. Согласно традиции акции, зажженная свеча, как мост памяти, объединит прошлое и настоящее и станет символом преемственности поколений. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова